Глубоко уважаемый Франко, коллеги, дамы и господа. В сегодняшнем докладе я не хотел бы повторять некоторые вещи, которые изложены в книгах, прекрасно изучена история развития каждого вопроса, в том числе история развития криохирургии. Но когда мы анализируем состояние сегодняшних дел, мы, наверное, не можем чувствовать себя пионерами, выдающимися какими-то деятелями науки. Дело в том, что наши предшественники сделали для нас так много, что было бы нам стыдно не продолжить это направление. И своими достаточно скромными и повторяющими предыдущие исследованиями результатами мы иногда мало что можем дополнить в состоянии проблемы сегодняшнего дня. Поэтому я бы хотел рассказать сегодня не столько о технических вопросах и известных вам исторических моментах, сколько о тех людях и, может быть, тех ситуациях, которые возникали при решении этих проблем. Ведь история у нас многолетняя. Как происходило везде и всюду, так же и в нашей стране, мы, начиная с четверенька, двигались постепенно и делали некоторые шаги. И эти шаги первыми были в начале прошлого века, когда в дерматологии стали использовать жидкий азот. Но первое обобщение произошло только в 1932 году. И дерматологи до сих пор активно пользуются ватными палочками, если они хотят решить какую-то мелкую проблему. Все, что было древним, распылитель, ватная палочка, она, это все остается в наше время. Но это лишь один фрагмент. Может быть, исторический, но сегодня он остается все-таки актуальным. Безусловный прорыв был связан с работами Института физических проблем. Когда целое криогенное отделение, которое работало на оборону, на создание атомной промышленности, вдруг переключилось на создание медицинских инструментов для выполнения функционных операций на центральной нервной системе. И мы всего лишь повторяем своими последними разработками старые технологии, во многом уже забытые, но все-таки которые еще можно частично воспроизвести и сохранить в сравнении с тем, что было сделано раньше. И академик Шальников делал эту иголочку собственными руками. В настоящее время целая группа нейрохирургов работают в этом направлении. Прежде всего здесь доминирует в настоящее время все-таки школы Института физиологии мозга, Института мозга человека Российской Академии наук. Руководит ей по-прежнему Анечков, ну и целая команда хирургов, в том числе Военно-медицинской академии. Они используют достаточно оригинальные, простые вещи, но зарегистрировать это изделие они пытаются уже в течение нескольких лет. Нет ничего более тяжелого в науке, чем преодоление препятствий Минздрава и Росздравнадзора. Был период, когда Уральская и Сибирская школы безусловно доминировали. И период 70-х годов, когда энтузиазм превышал и возможности, и знания, и клиническое понимание ситуации, криогенные технологии стали использовать везде и повсюду. Но прошло некоторое время, и стала меняться ситуация. Что можно было ожидать с нашей точки зрения от тех возможностей технических и понимания научных фактов того времени? Мы просто еще раз взглянем на инструменты, которыми работали в то время хирурги. Виброскалпели – это такие простые, грубые приспособления. Как выглядела аппаратура того времени? Может быть, и сегодняшняя выглядит внутри так же. Но и внешние, по сути, и по мощности, и по устройству – это были аппараты, которые во многом определили результат. Энтузиазм всегда заканчивается разочарованием, если в основе этого энтузиазма не лежит хорошее клиническое понимание ситуации и научных разработок. И серьезные научные разработки были начаты в российском онкологическом центре Блохина, которыми руководил Патчис Александр Ильич. Но, к сожалению, он, так же, как и другой представитель московской школы, профессор Шафранов Владимир Владимирович, оставили нам книги, оставили свое наследство, знания и приятнейшие воспоминания периода личного общения. И исследователи, которые работали в московской группе, зарегистрировали открытие в виде органотипической регенерации тканей после кориогенного лечения. Они были постоянными участниками международных конгрессов в Японии. Их приглашали, привозили туда и увозили как почетных гостей. Существенным продвижением криомедицине в нашей стране явилось личное знакомство с Франко Луниани и знакомство с мировым опытом, которым обладает в настоящее время Международное общество криохирургии, International Society of Christchurch. И когда мы, уже имея опыт достаточно клинический и технический криохирургии, стали посещать конгрессы, мы почувствовали себя детьми, пионерами. Нам просто было необходимо продолжать знакомство, и эта работа в обществе в рамках мастер-классов, заседаний научных, она очень много дала нам для понимания перспектив, которыми мы можем двигаться, по многому, может быть, повторяя мировое движение, но двигаться немножечко своеобразным путем, по пути создания аппаратуры как можно более мощной, может быть, это даже ошибка, я не знаю, как точно оценить этот результат. Нужен ли очень мощный аппарат, если мы работаем прецизионно, может быть, аппарат как раз должен быть не таким мощным. И особенно интересным оказалось то явление, которое было связано с развитием иммунологии, когда наши клинические наблюдения, ну, иногда очень похожие на разговор охотников, как на картинке Васнецова, когда рыбаки и охотники рассказывают о своих успехах. Ну, это клинические яркие наблюдения. А научное обоснование этих явлений, оно появилось только, когда начались исследования, серьезные исследования Ричарда Аблина, который и ныне здравствует и продолжает работать в этом направлении. И если посмотреть на направление иммунологии, то я иногда думаю, что это направление едва ли не главное, потому что механическое, либо какое-то иное разрушение, уничтожение, а иногда и удаление опухоли в руках великолепных хирургов с мощной анестезиологической поддержкой кажется возможно в любых ситуациях. Но вот изменить иммунный статус пациента и заставить его бороться естественными путями против естественной болезни, а онкология – это не патологическая болезнь, это естественное проявление биологической жизни нашей планеты. И чтобы противодействовать ей, мы не можем решать вопросы даже очень хорошими острыми железками или очень хорошими робототехническими манипуляторами. Это серьезная биологическая проблема, это даже не медицинская проблема. И решать эту проблему мы, как хирурги, как клиницисты, можем использовать какие-то биологические механизмы, пусть примитивные, пусть не очень понятные. Может быть, это мутная вода, в которой мы пытаемся руками поймать какую-то маленькую или большую рыбку. Но это очень интересное направление. Клинические наблюдения, опять же, показывают, что это интересно и важно. Да, это оборудование. Даже вот Франко показал последнюю модель, нашу еще, можно сказать, не вышедшую в серию модель. А это первая модель. Она тяжелая, да, она мощная, но она обладает очень тонкими инструментами. И вот интересный ответ на вопросы, который профессор Франко Луньяни говорил, что криоблация – это непростая процедура. Это процедура чревата ошибками. И иллюзия, что мы можем взять, сделать, и сразу все будет хорошо. И когда мне говорят, дайте аппарат на клиническую апробацию, я говорю, ну, вы не можете работать этим аппаратом, не имея большого опыта работы с этим оборудованием. Просто так взять и попробовать нельзя. И мне кажется, что прежде чем прыгнуть куда-то вперед, нужно посмотреть, куда мы прыгаем, и что мы можем иметь после этого. Да, мы, кажется, готовы. Мы, кажется, готовы продвигаться. Но, извините, где наш опыт, где наши знания, и, наконец, где нужный объем, количество этого оборудования. Поэтому мы находимся в сложной ситуации. Но меня радует то, что в этом зале я вижу молодые лица, и это во многом определяет будущее каждого направления. Если молодость и старость вместе идут одним путем, я думаю, они идут в правильном направлении. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы, если возникли, Георгий Георгиевич. У меня один вопрос. Продолжаю наш вчерашний разговор. Все-таки, когда ваш прибор... Я не про разговор. Когда ваш прибор появится на рынке, в продаже, когда можно будет его купить? Поскольку я бы с удовольствием даже бы сегодня увез его в Москву вместе с вами, конечно. Ну, вот уже лучше. Естественно. Я услышал ваш доклад. Ну, я имел в виду не лично вас, Дмитрий Анатольевич. Дело в том, что вопросы на этот прибор именно вот в таком ракурсе. Это естественное поведение в наше время. Потому что у фармацевтических компаний, у продвинутых фирм эти приборы стоят. Им бы хоть куда-то их деть. Вот хоть попробуйте, хоть сломайте. Ничего не случится. Может быть, купите, и мы вам такую цену потом накрутим и все компенсируем. У нас сейчас один прибор стоит. И вот этот один прибор... Ну, если вы вместе со мной заберете, я поеду. Нет, пожалуйста, ПМЖ обеспечит. Так вот, оборудование, о котором мы говорим, оно прошло все ступени, я бы хотел сказать, все муки ада, проходя через регистрацию в Росздравнадзоре. Это занимало в общей сложности пять лет. Пять лет нам документы возвращали. Говорили, то там не та шероховатость указана, то докажите, что золото не токсично. Вот вы покрыли инструмент золотом, вы вводите его в организм, а вдруг золото токсично. И как нам доказать, было экспертом, что золото не токсично? И вот эти вот вопросы просто издевательского характера держали это долгое время. Но сейчас, слава Богу, аппарат имеет все документы на регистрацию. Он имеет право обращаться в сфере медицины, в сфере торговли. Конечно, продается он через электронные торги. Цену мы устанавливаем по ситуации. Чтобы хоть как-то сейчас, например, закрыть наши долги, выплатить зарплату и еще иметь хоть что-то немножечко, чтобы сделать следующий аппарат, нам надо миллионов десять. Но кто купит наш аппарат за 10 миллионов? Я не знаю. Значит, нам еще долго надо будет находиться в состоянии долгов. Единственное, что я могу вам пообещать, кредитов я брать не буду. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо за прекрасный доклад, Юрий Георгиевич. Я хотел спросить такой вопрос. Все-таки какие показания к использованию криодеструкции? Вот если брать, например, абляцию, например, мы знаем, там, вот в печени, там, очаги, до трех, там, до четырех сантиметров, до двух сантиметров, у вас, ну, может быть, вообще в целом, когда лучше и удобнее использовать криодеструкцию? Спасибо. Вопрос очень сложный, очень важный вопрос. И, может быть, даже он ключевой. Дело в том, что замыкаться только на криогенной технологии, в онкологии, это неправильно. Как мы решаем эту ситуацию? Первая ступень, как говорил в своем докладе Франко Луняди, возьми, Боже, что нам не гоже, что мы не можем, вот, может быть, вы там что-то сделаете, потому что мы уже все попробовали, ничего не помогает, больной погибает, вот он уже находится в реанимации, и вот-вот погибнет. Ну, сделайте что-нибудь, выполните криодеструкцию. Ну, я просто говорю, что это не нужно. Ни больному, ни врачу, никому не нужна операция отчаяния, которая сократит жизнь больного и приведет к ненужным, в общем-то, процедурам. Следующий момент. Если ситуация, ну, например, на спине у пожилого человека, он одинокий, можно иссечь, и я выполняю операцию иссечения, если я вижу, что в бытовых условиях этому человеку, например, будет трудно после криогенного лечения находиться, ну, в таких вот изолированных условиях. Если говорить о современных технологиях, прежде чем пойти на этот путь, нужно убедиться, во-первых, в том, что это технически возможно, это не опасно, это можно сделать. У нас есть опыт, у нас есть оборудование, у нас есть способы достичь этой точки, что при этом химиотерапевты, лучевые терапевты, хирурги не возражают категорически. Вот если они возражают категорически, то сопротивляться в коллективе идти против всех с риском ошибки, осложнений, это поставить себя в очень трудное положение с этической точки зрения нашей профессии. Поэтому чаще всего мы выполняем эту процедуру. Во-первых, снять острый болевой синдром в любой категории пациентов, если он еще не в совсем терминальном состоянии. Болевой синдром снимается очень просто. Даже если вовлечены нервы, мы выполняем это иногда под местной анестезией, в амбулаторных условиях. Это самое простое решение. Радикальная криоблация у тяжелых больных. Когда анестезиологи говорят, что мы не можем, мы бы хотели не вмешиваться в эту ситуацию, мы выполняем криоблацию, например, опухоли почки, опухоли молочной железы, под местной анестезией. И получаем хороший результат. И, наконец, ситуация, когда мы идем заведомо, пытаясь мобилизовать иммунные механизмы. Ну, например, ситуация, когда показана пациенту с хондрогенной остеосаркомой ампутацией, у него метастазы в легких и в печени, у него болевой синдром, он не может ходить. Мы начинаем криотерапию локальную, чтобы как-то использовать, извините за такое сочетание, использовать эту опухоль для пользы больного. И мы начинаем криотерапию. И вот вместе с Ильем Александровичем в течение 9 месяцев выполнили 8 циклов. Мы увидели стабилизацию заболеваний, даже регресс. При том, что ситуация была плохая. Но криоиммунология, я боюсь здесь оказаться преждевременно оптимистичным. У нас есть отделение онкоиммунологии. И мы ждем, когда они покажут хорошие рандомизированные цифровые результаты, конкретные, что да, здесь произошел сдвиг. Он позитивный, и тогда мы можем говорить, да, мы тоже видим иммунологию. А пока мы только верим в нее. Извините, я до вечера могу говорить. Продолжение следует...